Добрый день! Хочу сегодня рассказать вам о том, как проходили так называемые контрольные работы в девятых классах, которые, по сути дела, заменили в этом году основной государственный экзамен. Суть в том, что в этом году из-за пандемии снова пошел кувырком весь процесс государственной итоговой аттестации. Ранее выпускникам основной школы после девятого класса нужно было сдавать не менее четырех экзаменов в формате основного государственного экзамена. Экзаменов два из которых обязательные, то есть это русский и математика, и два предметы по выбору. Теперь же все предметы по выбору были переведены в режим контрольных работ. При этом АГ по математике и русскому сохранились и проводятся как обычно, то есть в пунктах проведения экзамена, а все остальное в школе. В чем логика такого решения, ну не спрашивайте, я ее не вижу. При этом, что примечательно, официальных разъяснений о том, как же именно проводить вот эти самые контрольные в формате основного государственного экзамена, ну то есть по сути экзамены, но только как контрольные, в школах не было чуть ли не до апреля месяца, и вся школьная сторона с недоумением смотрела в адрес Кравцова и Музаева, то есть руководителей ведомств, отвечающих за это. А вопросы-то были серьезные, касались они не только того, как оценивать результаты и учитывать их при выдаче аттестатов, но и о том, как собственно проводить эти самые контрольные. Дело в том, что проведение основного государственного экзамена по ряду предметов весьма нетривиальная задача. Ну, например, на экзамене по химии и физике есть экспериментальный блок вопросов, то есть в школе должны наличествовать необходимые препараты и оборудование. На моей памяти, пару лет назад, когда вводили вот эти самые эксперименты в экзамен, на пункты проведения, то есть это отдельно выделенные школы, их на район там, скажем, их несколько, туда свозили нужное оборудование и препараты из соседних школ. Экзамена, точнее, в терминологии сегодняшнего дня контрольная работа в формате основного государственного экзамена по иностранному языку проводится в два этапа, ну, то есть проводилось в два этапа. Письменная часть и устная. Причем устная, не удивляйтесь, выглядит как разговор ученика с компьютером. Я вообще не шучу. Ну, показать, как именно это происходит, я не могу, поскольку съемка во время экзамена была запрещена, но постараюсь объяснить. Итак, ученик приходит в специально подготовленную аудиторию, в которой сдавать экзамен могут одновременно не более четырех участников. Он садится за компьютер, одевает гарнитуру, настраивает ее и далее начинает работать со специальной программой на этом самом компьютере. В частности, ему предлагается зачитать предлагаемый на экране текст, задиктовать его, потом прослушать некий звуковой фрагмент, опять-таки, с компьютера, содержащий текст на иностранном языке, и ответить на ряд вопросов. Вопросы задаются на экране. Потом порассуждать на тему, предложенную также на экране в виде небольшого текстового фрагмента. То есть понять написанное и высказать свое мнение. Высказать – это значит, опять-таки, записать свой ответ в виде звукового файла, который потом будет слушать сторонний эксперт в центре оценки. Иными словами, ученик реально общается, то есть коммуницирует с машиной, вместо того, чтобы просто поговорить с тем же экспертом напрямую. Замечу на полях сложности, связанных с несрабатыванием техники, тихим голосом самого ребенка или наоборот, слишком громким голосом у соседа. Ну, в общем, этих проблем хватает. Практически каждый год с момента запуска вот этой вот системы у нас даже на одном пункте проведения экзамена подобных казусов было, ну, собственно, предостаточно. И такими пунктами проведения в этом году стали практически все школы. Я думаю, что поводов для апелляций и разного рода разбирательств в этом году будет в разы больше. Письменная же часть экзамена тоже весьма своеобразна. Организатор в аудитории просто запускает аудиофайл, где на протяжении 25 минут детям задаются вопросы из динамиков, и они должны отвечать на бланках, ну, собственно, на те поставленные вопросы, которые им надиктовывают компьютер. То есть организатором в аудитории может и даже должен быть человек, вообще ничего не понимающий в происходящем, в том смысле, что не понимающим, что говорят голоса из коробочки. При этом до включения аудиозаписи ее никто и, собственно, и не должен слушать. Мне это напоминает эпизод из фильма «Десять негритят». Помните там, когда вдруг зазвучал голос из темноты? «Кто разыгрывает такие скверные шутки?» «Ну, конечно, так оно и есть». «Что, а?» «Леди и джентльмены, прошу тишины, вам предъявляются следующие обвинения». Вот во что превратился простой, казалось бы, экзамен по иностранному языку. Организаторы утверждают, что все вот это чистой воды безумие делается исключительно для того, чтобы избежать нечестности при проведении экзамена. Особую пикантность происходящему придает тот факт, что в текущем году эта процедура даже не называется экзаменом. Это, как мы уже выяснили, контрольная работа. У меня вопрос. Вот получается, что Рособорнадзор в этом году окончательно забрал у школы право оценивать своих учеников? То есть школа не имеет возможности сама провести контрольную работу. По мнению Музаева и его команды, а также по мнению Икровцова в том числе, школа не в состоянии объективно оценивать своих детей. Это у них вот установка такая. Чиновники твердо стоят на том, что учителя предвзяты, а некоторые из них и вовсе коррупционеры. Знаете, что я вам скажу, товарищи московские начальники? А не слишком ли это? Какого рожна, простите мой французский, вы лишаете школу законом определенного права осуществлять, оценивать результатов обучения? Если у вас есть основания, доказанные, а не как с Башировым и Петровым, полагать, что кто-то что-то не так на уровне школы оценивает, то на этот случай существуют процедуры переэкзаменовки в независимой комиссии. Кроме этого, сегодня вообще нет никакой проблемы организовать видеозапись экзамена для последующего анализа и переоценивания в случае апелляции. Не находите? Вы же устраиваете такой дикий по сложности, безумный с точки зрения даже внешнего вида и дорогой по затратам огород, что волосы стоят на голове даже у меня. И я считаю, что нужно вернуть в школу обычные экзамены. А экспертов распределяется как раз по школам на эти дни, как и было всегда ранее. В комиссии всегда присутствовал даже председательство методиста или сторонний учитель. Ну и совсем простое решение – это писать на видео все экзамены в школе на основании этих записей в случае апелляции проводить анализ спорных вопросов. Ну в чем сложность? Я вообще не вижу никакой сложности. И еще, кстати, очень важное предложение – вернуть конкурсный прием, а не автоматический перевод в 10 класс. Иначе что мы имеем сегодня? В учреждения среднего профессионального образования дети идут по конкурсу аттестатов. И иногда еще сдают, к слову сказать, дополнительные экзамены. Ну, например, в творческие, военные училища, спортивные. А в 10 класс ничего не надо, даже двоечников приходится оставлять в этих самых 10 классах. Это не только несправедливо, но и расхолаживает многих из них. В итоге мы имеем в школе зачастую инфантильный и необучаемый контингент на самом сложном по программе школы этапе обучения. А дальше эти неучи идут и поступают кое-как, перевалившись через порог ЕГЭ, на платное обучение в вузы и становятся типа дипломированными специалистами. И не говорите мне, что этого не так. К сожалению, это правда. Но об этом мы еще поговорим отдельно. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok